Теперь песню «Ёлки» можно не только услышать, но и увидеть. Жестовым пением занимаются на Ямале несколько десятков человек. Причём у многих из них нарушения слуха нет. Есть огромное желание поддержать людей с особенностями развития. Общие интересы даже связывают жизни. Карина Кузакова и Виталий Рядяшкин познакомились на репетиции. И вот уже два года вместе. Такой, необычный. И такая, как тебя зовут, что ты любишь, что-то-то-то-то-то. А потом мне останавливают и говорят, что слабослышащий. А, и пошла искать переводчик. В среде слабослышащих редко используют имена. Каждый человек — это образ. Например, Карину называют чёрной по любимому цвету в одежде. Виталий — мастер. Парень схватывает жестовый язык на лету. А что самое сложное? Цифры. Цифры? Цифры. Да, потому что они... Это не как у нас один, два, три, четыре, пять. У них там шесть, семь. Чаще всего жестовый язык учат вынужденно. А вот жестовым пением занимаются уже по зову души. В проекте смысл в руках только Виталий Ведяшкин. Слабослышащий. Понять песню ему помогает вся трупа. Сначала композицию переводят с русского языка на жестовый. Подбирают образы и только потом запоминают. Причём итоговый вариант текста сильно отличается от оригинала. На пару минут в переводчиков превратился и весь зрительный зал. Я спокоен. Мы с вами будем делать. Класс! Не глухонемой, а слабослышащий или человек с нарушением слуха. Так принято называть людей с особенностями развития. В России таких особенных почти 13 миллионов человек. На Ямале около 600. Большая часть общается на жестовом языке. Как и Ксения Тишкина. В 2019 году девушке предложили сделать операцию на голосовых связках. Почти месяц тишины обернулся изучением жестового языка и популяризацией его среди слышащей части ямальцев. Жестовый язык – это не только коммуникация среди людей с нарушением слуха. Это такой же способ взаимодействия. Как любой иностранный язык. Английский, французский, немецкий. У нас в школах Ямала даже китайский учат. Не просто концерт, лекция. В перерывах между композициями – элементарные правила поведения со слабослышащими людьми. Сначала помахать руками или прикоснуться, чтобы человек тебя заметил. И только после начинать общение. Решающую роль в нем может сыграть даже прическа. Или, например, бывает такая прическа с красивыми очень локонами, но, к сожалению, она перекрывает уголки губ. И мы не понимаем, как человек на нас реагирует – улыбается, грустит или ему все равно. У тех, кто увлечен жестовым пением в окружной столице, есть даже свои последователи в Ноябрьске и Таркасале. Мечтают как-нибудь спеть вместе. И лететь по белому свету, став одним движением ветра. С песней «Лететь» участники проекта «Смыслы в руках» в октябре отправятся в Мурманск. А пока высшая похвала от ямальских зрителей. Привычные и тихие аплодисменты. Юлия Шнайдер, Максим Сандрин. Время Ямала. Салихард. АПЛОДИСМЕНТЫ